Интересный опыт у соседей. Все меньше потребительских кредитов, все больше на развитие бизнеса. Круглосстанцы стали отказываться от легких денег на роскошную жизнь, предпочитая вкладываться в свое дело. И банки ничего не потеряли, и люди стали реже попадать в долговые ямы. Подробнее готов рассказать Бахат Чермашев, он с нами на прямой связи из Бишкека. Бахат, добрый день. Расскажите, как удалось добиться сокращения закредитованности кыргызстанцев? Это пришлось конкретно заниматься, причем этим занимались все уровни, начиная от тех же самых микроактивных компаний и правительством. Но, к счастью, все-таки удалось этого добиться даже спустя такое длительное время. Один из таких показателей это то, что кыргызстанцы в последнее время стали брать меньше денег на проведение торжественных мероприятий. Как вы знаете, для нас самым важным является либо той, либо юбилей. Так вот, кроме того, что какое-то время назад правительство застетило чиновникам участвовать в подобных мероприятиях, уже есть такие случаи, когда в сельской местности конкретно прям определенные села уже внутренним совещанием решали, что теперь такие торги проводиться не будут для того, чтобы люди не брали кредиты и не залезали в долги, потому что отдавать их гораздо сложнее, чем просто один день погулять на свадьбе. И второй показатель это то, что люди стали более заняты. Это разговор в первую очередь о швейном секторе. Дело в том, что после того, как из России ушли известные бренды, которые обеспечивали эту страну одеждой, открылся очень большой рынок. Кыргызстанцы этим воспользовались и стали производить очень много одежды. И нужно сказать, что параллельно с тем, что предприниматели стали на этом зарабатывать, очень большое количество рук понадобилось именно для того, чтобы обеспечивать потребности нового рынка. И один из таких важных показателей это заработная плата. Начинающая швея, приходящая на производство, сейчас получает от 20 до 25 тысяч сомов. Это примерно 250-300 долларов. Швея со стажем сейчас получает до 80 тысяч сомов. Это около 900 долларов. Поверьте мне, для Кыргызстана это очень хорошие деньги. И еще один фактор, который говорит о том, что кардистанцы стали больше зарабатывать, а значит, более ответственно относиться к своим деньгам, это то, что появились новые рабочие места, и люди стали более занятыми. Разговор практически про все сектора. Это агропромышленный, это перерабатывающий, это горно-металлургический. И вот один из таких показателей, ярких, буквально на днях парламент принял ратификацию соглашения о строительстве совместной дороги в Китай, Кыргызстан, Азбекистан. Почему я об этом говорю? Дело в том, что этот проект создаст новые рабочие места. Давайте послушаем, что об этом сказал депутат парламента Кыргызстана, Застан Викеш. Кыргызстан с 96-го года ведет переговоры. И вот, наконец, в этом году, вот с помощью вот этого соглашения, будет дан старт строительству такого масштабного проекта. Более 10 тысяч рабочих мест, сейчас вот сам замминистра транспорта сказал. СПК будет находиться здесь, на территории Кыргызстана. Опять же, рабочие места это. У меня большая просьба, уважаемые депутаты. Единым голосом надо поддержать. Однако, Енар, не стоит думать, что все-таки в изоблачном стране все-таки некая закредитованность есть, то есть люди пока еще без кредитов обходиться не могут. И по данным статистики, за 2023 год 740 тысяч кыргызстанцев взяли кредиты. Причем это были кредиты приоритетно в микрофинансовых организациях. 48% от этой суммы это потребительские кредиты. И как я их называю, это некая айфонозависимость, потому что все стало настолько доступным. Сами представляете себе, у тебя есть мобильное приложение, два клика, у тебя уже есть кредит. Ты открыл телефон, у тебя есть ссылка на интернет-магазин. Пару кликов и пару копий документов тебе через час буквально привезут. Любой телефон, пусть он будет даже сильно дорогостоящий, либо какой-то другой девайс. То есть вот эта доступность все-таки говорит о том, что пока еще полностью от кредитования уйти не удалось. Но здесь есть один очень позитивный момент. Как говорят те же самые банкиры, возвратность кредитов пока еще, или наоборот даже уже находится на достаточно высоком уровне, что для кредитистантов скорее позитивно, чем нет. Динара. Бакат, спасибо. Вы, как всегда, все подробно рассказали. Бакат Чермашев из Бишкека был на прямой связи со студией. Продолжение следует...